Всем привет, это канал Миллион Абдулла. Сегодня нам Михаил покажет очень интересную штуку. Трость. Вроде бы безобидная вещь, а на самом деле, Михаил, вам слово. Всех приветствую, меня зовут Михаил. Где-то года полтора назад я окончательно уже захромал. Возникла необходимость купить себе трость. Очень долго выбирал. Выбирал между элегантными вариантами и всем остальным. Но, наконец-таки, глаз упал вот на такую вот игрушку. Кто в теме, тот знает, что это такое. Для тех, кто не в теме, объясняю. Это у нас, значит, компания Cold Steel. Делает небольшую линейку тростей или тростей. И это вот их трость называется Ириш Бата. Это такая современная версия ирландской национальной Баты. Иначе называется она Шилайла. Такая очень своеобразная штука. Во-первых, от нее, можно сказать, что харизма прет. Когда я ее выбирал, я стоял перед очень такими большими терзаниями. Потому что, просмотрев огромное количество обзоров на нее, я увидел большое количество роликов на тему того, как ею разбивают бетонные глыбы, ледяные блоки и все такое. Но ни один ролик не объяснял, насколько эта штука удобна в пользовании как трость. Как трость, она, ну, требовала у меня небольшой доработки. То есть, вот она такая тяжелая, с очень таким мощным шаром. И это очень удобно, когда ты стоишь и просто на нее опираешься. Вот так. Но она весит около 900 грамм. Это вес средней бейсбольной биты. И вот когда ты ее держишь, ты фактически ее держишь двумя пальцами. Это оказалось очень неудобно, потребовало небольшой доработки. Пришлось связать вот такой вот пластмассовый шнурок. Теперь это очень удобно, очень так практично. Здесь получается такой твердый каркас, все хорошо. Личной безопасности, если вам не хватает, то это очень такая удобная штука, которая может помочь вам противодействовать всякого рода собакам, назовем это так. У нее, как вы видите, как у всякой палки, есть два конца. И вот если вы очень кровожадный, конечно, персонаж, то вот пользуйтесь тем концом, которым вам прописал товарищ Cold Steel. То есть вот этим концом. Но я вас предупреждаю, что здесь результат будет очень неприятный, потому что это развесовка именно вот как у бейсбольной биты. И вот здесь удар будет такой, что его можно носить только в том случае, если вам не жалко бедную скотину. Потому что, скорее всего, вы ее убьете. Не делайте этого. Мы люди не кровожадные. Если вы не являетесь человеком кровожадным, то перехватили, и вот у вас уже полипропиленовая, очень качественная дубинка, которой можно точно так же хлестануть. Или вот у нас товарищи из АБФ очень любят практиковать вот такую вот, собственно, стоечку, из которой уже можно носить какие-то удары. То же самое можно делать и этим концом. Здесь исключительно такая бейсбольная техника. Ну, я не бейсболист, да, но, в принципе, вот отсюда момент приведения в боеготовность. Поднял. Бам! Да, и вот это, в принципе, будет не очень приятно. Здесь главное не очень проваливаться. Обратным концом, в принципе-то, то же самое. Да, то есть вот отсюда. И, значит, что вот с этим концом, конечно, управляемость легче, потому что основная масса у вас будет находиться в руке. Здесь у вас более тонкий конец, да, и тут, конечно, все поприятнее обстоит. Ходить с ней очень тяжело, если у вас не припасено ничего вот такого, потому что реально держишь ее двумя пальцами. Да, это очень неудобно, но зато на нее удобно опираться, потому что имеем вот такой вот крупный шар, в отличие от тростей с узким шаром, получается очень маленькое давление. Вот пока столько. Спасибо. Спасибо большое, Михаил, за подробный рассказ про эту замечательную дубинку, вернее, посох. Те люди, которые имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом, наверняка твой ролик будет полезен. Да и не только им, я думаю. Те, кто ходят мимо диких собак, тоже. Троссечки кто захотят. Да, я думаю, что да. Те, кто ходят мимо диких собак, тоже.